Вечер добрый! Слушаете вы свое радио. Опять-таки, я почти уверен, что в постоянном, привычном для себя режиме дожидаетесь того, что сегодня будет здесь происходить. Надеюсь, это знакомство для большинства. Все-таки это знакомство. Коллектив сегодня для аудитории в большом таком объеме, если иметь в виду в широком смысле, новый. Но я почти убежден, что вы равнодушными не останетесь. Итак, традиция. Она у нас долгая, давнишняя традиция. Сначала песня, а затем уже мы будем общаться и знакомиться ближе. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали! А вот и мы, приветствия друзья, любимый город, город сказка. Горят огни, пловы, живые друзья, и будет янка, будет пляска. Мы будем петь, петь и плясать до самого утра. До утра. Горят огни, пловы, живые друзья, и будет янка, будет пляска. Мы будем петь, петь и плясать до самого утра. До утра. Горят огни, пловы, живые друзья, и будет янка, будет янка, будет янка, будет янка, будет янка. Устава в зал последний поисков Уновьезет меня в родной район Мой город, хей, привет, привет, друзья И будет пьянка, будет пляска Мы будем петь в тепле 100 До самого утра До утра Привет! Хорошее приветствие Очень правильное приветствие Давайте будем знакомиться Как правильно все-таки М.А.Д.Бэнд Или можно просто Мэтт Бэнд? Можно Мэтт Бэнд Извини, не в тот микрофон Почему ты говоришь в этот микрофон? У тебя стоит большой такой красивый друг Добрый вечер Еще раз Добрый вечер Смотри-ка, получилось Как правильно все же называть вас? Нас правильно называть Мэтт Бэнд Но если кому-то будет интересно Мы эту аббревиатуру потом в процессе разговора можем расшифровать Просто у вас после каждой буквы точки стоят Мэтт Точка Эй Точка Ди Ди Точка Поэтому я и спросил на самом деле FPG например Там точки Поэтому мы произносим не в ПГ А FPG Поэтому я спрашиваю на всякий случай Мало ли всяко бывает Все-таки Мэтт Бэнд Так Мэтт Бэнд Так О! Пополакаю на ридной украинской Мой? Так Давайте будем знакомиться поочередно Микрофоны можно использовать Я попрошу каждого из музыкантов Кроме барабанщика Этих людей мы не дергаем вовсе У него свой Потом отдельная тема Хотя бы раз за эфир подойти Просто поздороваться Чтобы вас голос услышали Ну Мирза Мирзуев Труба Бэк-вокал Человек которого вы не можете не знать Был он тут Подними микрофон к себе А то как ты так будешь к нему стоять Неудобно тебе Самая плохенькая на потом Привет Здравствуйте уважаемые слушатели Своего радио Нашего любимого двоичного кода Вот И сегодня с вами группа Мэтт Бэнд Я вас приветствую И группа Мэтт Бэнд вас приветствует тоже Ребята Я знал что вот именно этим все и закончится Тромбон Андрей Щербашин Правильно я ставлю ударение Да совершенно верно Андрей Щербашин Добрый вечер друзья С вами сегодня группа Мэтт Бэнд И Поприветствуем Да 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 Еще раз Давайте будем таким кругом и ходить Я хотел сказать вот насчет названия Это как бы двоякая такая игра слов С одной стороны Мэтт да сумасшедший А с другой это такая хитрая очень аббревиатура Можно Гарик я расскажу Конечно А все уже можно Да 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 Москва аноним дринкерс И Тех Секундочку Секундочку Аноним это в смысле анонимный Да не анонисты А анонимный Причем в этом то слове буква О первая Мы то мужики круто понимаем о чем речь Ну хорошо То есть вы в принципе Как бы правильно понимать теперь Чтобы все понимали Вы анонимные Алкоголики То есть нет Это не мы анонимные Эта группа родилась как Сообщество анонимных алкоголиков И собственно вот Из родоначальников этой группы Остался только один дорогой Гарик Санько И Александр Сейчас мы познакомимся с Александром тоже Но я знаю что Мирзава в общем не стесняется То что он алкоголик Он об этом говорит вслух Признается везде Я говорит абсолютно алкоголик И это мы узнали совсем недавно И поэтому он здесь играет Да и поэтому именно в этой группе Он собственно говоря является одним из основных Ну да два человека духовая секция Одним из основных духовиков А не три Извини 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 Сразу не сообразил Ну давай сразу к тебе и подойдем Тромбон Бэк вокал Иван Левадный Да привет всем Вы знаете я даже и не подозревал Куда я пришел Я не знал как это расшифровывается То есть ты играешь в коррективе Даже не зная кто ты Да Теперь узнал Анонимный алкоголик Принимай это к сведению Живи теперь с этим Живи дорогой Тяжело с этим Спасибо Далее Александр Сачев Гитара Это как я понимаю еще один Из отцов основателей коллектива Верно? Так уже было сказано Добрый вечер Ну как Он покидал коллектив Ровно на 8 лет Я покидал ровно на 8 лет Где этот коллектив Ближе к микрофон В те далекие годы Я там участвовал как бас Гитарист Ага А теперь гитарист А потом покидал коллектив Чтобы побухать 8 лет И вот вернулся И вернулся Вот вернулся теперь Спасибо огромное Только анонимно Мы на весь мир заявили Что мы анонимные алкоголики Очень правильный подход Бас-гитара Николай Пекарский Как вы наверное уже Могли догадаться Это я Добрый вечер Привет Ты тоже алкоголик? Здрасте Я Николай Я алкоголик Не хотелось бы Чтобы так обо мне кто-то думал Дай бог Вот кстати Прошу заметить Как у нас сегодня Подняты ремни Хочу сказать Что мы не всегда так играем Это просто из-за того Что мы настроились Играть сидя Ну То есть это Не какой-то Не какая-то стилизация Под 50 Или не знаю Какие там годы Стилизация под Битл А что ты извиняешься Я например Ну да Поднятый ремень Ну мало ли А может тебе так удобно В конце концов Почему нет Ну вообще говоря Я считаю Что это выглядит Немножко странно И как-то да Старомодно Обычно мы так не играем Посмотри Вот она молодежь-то да Извиняется за всех Извиняется за себя У тебя так неудобно Когда ты стоишь А когда сидишь Специально под это и настроено Спасибо тебе большое Спасибо вам Спасибо огромное Как хорошо Когда все музыканты Коллектива разговаривают Это редкий случай Обычно один фронтмен Позволяет себе Все остальные сидят Тихонечко в углу Здесь у нас будет беседа Я думаю Тяни к себе Не-не-не-не Сядь Вон он слева от тебя Видишь Большая байда стоит Это микрофон называется Вот Барабайщик коллектива Константин Дементьев Да Здрасте всем Я Константин Дементьев Кстати Тоже алкаш Почищем мерза наверное Но 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 Чуток В прошлом Да В прошлом году В первого апреля Чуток в прошлом году Или чуток в прошлом В принципе В прошлом принципе Вообще Бросил совсем Первого апреля Прошлого года Бросил пить Завязал Это шутка Вот да Многие подумали Что это шутка Но на самом деле Это все серьез И да Я не пью И не употребляю Даже пиво Ни глоточка А почему бросил Объясни Жить хочу Жить хочу И хочу играть музыку И радовать И радоваться Да То есть Кость Настолько уже было круто Настолько было все Просто пипец Понятно Ну слава богу Я тебя поздравляю Это большая сила И сила мужества И сила воли И круто Когда человек Может себя взять Будем держаться Взять в руки И не каждый музыкант Может себе Вот так сильно Так собой владеть На самом деле Это здорово Братцы Как называлась первая вещь Которую вы пили Первая вещь Называлась Москва-СКА Так Это с нашего первого альбома Который был В далеком 2006 году записан Мы так подумали И не сговариваясь Решили начать Мы же в Москве сегодня Действительно И почему бы и нет Почему нет Тогда давайте мы познакомим сюжет Давайте теперь мы споем Что-нибудь еще Что это будет А сейчас мы вам сыграем Такой небольшой микс И сплит Да Это будет Песня-фильм И сантехник А Сейчас Фильм-фильм В смысле ваша песня-фильм Это наша А я сижу и думаю У кого же такая песня-то Понял-понял То есть это Это не кавера Нет Все-все-все Теперь я сообразил Как всегда Живой звук В программе живые Здесь сегодня Мэд-бэнд Погнали Я могу стать трудолюбивым И день и ночь зарабатывать деньги Я могу жить как люди красиво Чтобы не стыдно было перед соседом Я могу стать семейным примерным Любить жену, дети и тещу Но я хожу и сочиняю песни Хожу довольны, веселые дочери Но я не унываю Я просто получаю пять На своем Диме Я могу стать рестижным юристом И вызывать у людей уважение Или открыть свой собственный бизнес И придавать глупасу и печенье Но вместо этого я старух артистам И вызываю только недоуменье У всех знакомых, родных и близких Мое финансовое положение Но я не унываю Я просто получаю кайф На своем Фильме Мне вашего не надо Молока и шоколада Молока и шоколады На своем Сложная сильно он кричал Женутица сидит И он что-то напугал Страшные сны Кошмарные сны Сняться за техникам нашей страны Страшные сны Кошмарные сны Сняться за техникам нашей страны Страшные сны Кошмарные сны Сняться за техникам нашей страны Сняться за техникам нашей страны Кошмарные сны Кошмарные сны Страшные сны Страшные сны Кошмарные сны Сняться за техникам нашей страны Страшные сны Кошмарные сны Сняться за техникам нашей страны Сняться за техникам нашей страны Страшные сны Сняться за техникам нашей страны Страшные сны Кошмарные сны Сняться за техникам нашей страны Страшные сны Кошмарные сны Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Гениально Не знал об этом на самом деле И там же, кстати, в тексте анонса Название коллектива MadBand выделено синим Значит, активная ссылка, кликая на которую Вы моментально оказываетесь у них в сообществе Это очень важно Становясь участниками их сообщества Частью их коллектива Вы получаете всю информацию о их музыке Концертах, альбомах, дисках В первую очередь это важно Далее Зайдите, пожалуйста, на сайт своего радио www.svoeradio.fm Там вы увидите чат, в котором тоже можно что-либо писать Отовсюду мы эти ваши сообщения пытаемся выудить Кроме всего прочего Можно видеть все, что в студии происходит Слава богу, наконец-то вернулась к нам видеотрансляция Пацаны замахали руками сразу Правильно Ну, как дети Мужчины никогда не смотрели Алкоголики, одним словом Да, так вот Можно видеть Там сверху плеер В плеере слева онлайн аудио Это чтобы слушать Справа онлайн видео С синим кружочком Чтобы смотреть Кликнули И вы моментально на планете Ру Там картинка И там чат Там и отписываться можно И наблюдать за всем тем, что в студии творится Это все, что касается коннекта Теперь к группе Группа существует с 2004 года, правильно? Да, все верно Вопрос задам сразу Может быть некорректный, но в лоб Не боялся? Не боялись вы, когда организовывали проект Что вас начнут сравнивать С одной очень известной группой Под названием Санкт-Петербург Ну, то есть Ленинград Нет, не боялись Понятно, что вокал другой совершенно И тексты несколько иные, да? Да и, наверное, музыка потяжелее будет немножко Ну, как сказать Если посмотреть на вот эту бригаду Которую Ленинград называют Чего-нибудь только не переиграли уже Нет, я сейчас нисколько Никоим образом не пытаюсь Я пытаюсь понять, да Сами по себе Не было страха? Стремно не было, условно Да нет, в принципе, не было Изначально думали о том И, собственно, планировали так Чтобы и духовая секция была Да, ну, у нас, в принципе, на СК-панк Изначально вот такой стиль есть В музыке Да ладно Ориентация-то была Смотри, удивительное дело Ты сегодня откровение для меня СК-панк говоришь? Да Ага А в чем вы СК, а в чем вы панк тогда? Ну, не знаю Я могу так сказать Мое сугубо личное мнение Что у нас, конечно, такой коллектив Вот которым он сейчас является Такой панк-рок с дудками Вот Вот это я понимаю Кстати, что касается панк-рока Тоже не согласен Знаешь, кто играет панк обычно? Те, кто не умеют пока играть Вот молодые ребята начали играть Вот это панк, когда там Что-то там попукивает Нет, с тобой отдельная тема У тебя удивительный бэк Сейчас прозвучал в этом произведении предыдущем Я хотел бы это услышать лично Интересно просто, как это прозвучало Да, вот когда музыканты Чуточку уже научаются Извините за такое слово За такой словесный оборот Они как-то уже уходят от панка Потому что хочется соляков дать Нормальных, настоящих На басу уж играть так Чтобы это было красиво по-настоящему Чтобы ремень не давил, правильно? Я бы сказал, это, наверное, не в нашем Вы что, не пытаетесь как-то улучшаться, да? Нет Так я просто не выдержал Когда ты говорил Я не выдержал Я вынужден был подойти Да ты всегда здесь Не, я просто имею в виду Что панк-рок-то тоже бывает разным Бывает Я тоже хотел это сказать Да, научился играть квинту И я теперь музыкант Я сходил в зоопарк, я куала Ну, там Образно говоря И смысл такой Что панк-рок же бывает тоже Очень сложный И такой местами Что и сыграть Ну, как бы сыграть Это человек, который без образования Ну, вообще, в принципе, не Я бы еще дополнил Что три ноты вместе сыграть сложнее Чем те люди, которые играют Тяжелые стилии И запиливают там по 40 нот в секунду Там все равно каши не слышно А три ноты сыграть Да, это порой сложнее бывает В унисон попасть-то сложнее даже Чем в унитаз-то Вот, и, собственно, панк-рок тоже бывает Абсолютно разноуровневый Не скажи, тебе как алкоголику Должно быть понятно, что и в унитаз бывает иногда сложно попасть Либо ты не алкоголь Нет, заснуть на нем легко А попасть-то, в принципе, нормал Целься в принцессу Целься в принцессу, пожалуйста Ну, а тут же, опять же, я хочу отметить тот момент Что мы совершенно забываем о том, что Лидер группы, который Пронес на себе группу MadBand Гарик Он же Известный у нас музыкант Вообще, волторнист сам по себе по образованию Поэтому с копанкой, я думаю Стиль у группы был определен еще очень далеко Изначально По той причине, что Духовая секция такого уровня проходила Через группу MadBand Там были такие люди Но я думаю, что Гарик сейчас подробнее немного расскажет Я не думаю, что стоит на этом как бы зацикливаться Ну да, у нас Там боевались очень серьезные Были сильные музыканты и так далее А сейчас нет, да? Сейчас у нас тоже сильные Сейчас то, что осталось, тех лет Молодец У нас всегда, как бы, мы, я считаю, довольно такая Крепкая группа Ведь, открою маленький секрет В программе «Живые» не бывает плохих групп В принципе, по определению не бывает Здесь группы, знаешь, когда ко мне подходят музыканты Мы вам отправили заявку уже вот очень давно Но, я отвечаю, секундочку По программе «Живые» заявки приходят к Юлю У нее 500 с лишним заявок сейчас Разбирает она пока, по-моему, весенние Если я не ошибаюсь Шлака очень много И поэтому как-то вот, да Выуживаются всегда исключительно интересные коллективы Кто-то любит один, кто-то любит другой Сейчас про аудиторию говорю Но коллективы не случайные Поэтому не надо сейчас рассказывать о том, что тут умная Тоже хорошая, иначе вы здесь не играли бы Ну, мерзав провокатор просто Мерзав, да, тот еще провокатор Но он тут как дома Он же, в общем, освоился давно С практикой к нам, да, приходил С кем-то недавно к нам еще Совсем недавно к нам С плаксами С плаксами ты приходил С фкей приходил, да То есть мы говорим о том, что многие узнают Вот по видеотрансляции Говорят, так они же у вас были Нифига, мэтт-бэнд не был Это мерза такой заметный Группы меняются, а мерза остается Духовая секция группы мэтт-бэнд, да Периодически играет То там, то там, то с теми, то с теми Я на прошлом эфире просто говорил, что я безработный И дело в том, что господин Чайка разрешил мне пожить здесь Я просто не ухожу И потусить Это, по-моему, замечательно Кстати, когда ты говоришь про унитаз Я вдруг вспомнил, потом вспомнил, потом забыл Есть такой замечательный фильм немецкий А теперь я забыл его название Да, да, да Там есть реплика «Цельсия в белоснежку» Я сначала не мог понять А дело в том, что там о детском садике речь И детишек маленьких приучают правильно Красавчик Красавчик раз, Красавчик два Да, да, да Две части, замечательный фильм Шварцмайер Как фамилия этого немца? Ну-ка, вот Мерза У тебя алкоголика помнишь? Ну, черт возьми Забыл, да? Сразу На как сглазили Замечательный артист Штильшвагер Штильшвагер Вот, Штильшвагер, да Совершенно верно Именно он Он там еще с детьми снимал Со своими Вот, о том я и толкую Так вот, когда учат детей правильно ходить По нужде Вот в немецких, как я понял Теперь я знаю из этого фильма В детских садиках В унитазиках Всякие красивые картиночки Вот в одном из них Белоснежка нарисована И детям говорят Ты аккуратней целься в белоснежку И при этом дети вырастают нормальными Взрослыми людьми Без всяких фантазий идиотских Правильно? Вот как-то так научились немцы распределяться А все дело в том, что На самом деле это тысячу лет назад Известная психологическая практика Дело в том, что Когда мужчина делает это Я уже извиняюсь Но смысл в том, что Он непреднамеренно Если там будет какая-то цель Что-то в этом роде Он непреднамеренно будет в нее целиться Это чисто психологический эффект Это выяснено еще в 82-м году И все мужики закивали Да, да, да Абсолютно правда Я сейчас сижу и думаю Да, конечно А как? А иначе скучно Так жить же веселей Когда целишься во что-то Хуже, когда это муха Она же не сидит на месте, сволочь Я хотел сказать Еще лучше Когда ты целишься во что-то Из фотоаппарата Это да И как раз следующая наша песня Называется «Фотоаппарат» Молодец Как же ты здорово вырулил Гениальный человек Гениальный человек Это очень правильно Еще раз повтори Как называется песня? Фотоаппарат А, вот так и называется? Роскошно Как всегда Живой звук в программе Живые Здесь сегодня очень веселые Замечательные музыканты Группы Мэтт Бэнд Погнали Буду как фотограф Все, что вижу рядом Я теперь прибодро Щелкать взглядом В фотоаппарат В футже мне не нужно Есть во мне устройство Лучше, чем у футже Нету беспокойства И без светопитов И без красных пленок В ходине сахитов Простенет Да, печенок Да, печенок Эй, диафрагмачка А где ты рамочка? Эй, мой фотоаппарат Это как я ему рад Эй, диафрагмачка А где ты рамочка? Эй, мой фотоаппарат Все сиденье видит нежность и характер Этот не обидит, тот идет, пусть нафиг Дальше снимает разные пейзажи В сентябре, в мае без всякой лажи Из душа глубинки на людей являю Сделанные снимки в рамку Оформляю Эй, диафрагмачка А где ты рамочка? Эй, мой фотоаппарат Это как я ему рад Эй, диафрагмачка А где ты рамочка? Эй, мой фотоаппарат Эй, диафрагмачка Эй, мой фотоаппарат Это как я ему рад Эй, диафрагмачка А где ты рамочка? Эй, мой фотоаппарат Слушайте, вообще молодцы на самом деле Пока шла эта песня, пока ты ее пел Пока ребята играли, я вдруг подумала А ведь круто на самом деле Парни смогли вот так вот незатейливо Объединить в одной песне сразу два Или там две человеческие ипостаси бездельников На самом деле В стране нужны слесари В стране нужны токари В стране нужны инженеры А в основном музыканты и фотографы Понимаешь? В стране очень нужны сантехники И сантехники тоже нужны А то заплывем же все А вот в стране все больше музыкантов и фотографов Вы музыканты Это он опять подвел к новой песне так аккуратно Нет Скажи, не уходи сейчас И все так, микрофон, пожалуйста Ты в предыдущей Ты подальше от микрофона Сейчас я попрошу тебя Как ты это сделал Ты в предыдущей песне Бэком сделал очень высокие ноты Спел Ну да, довольно высоко А можешь ты сейчас это повторить Ну так вот для нас Просто в каком Ой, в бестесне Пел нормально А сейчас в бестесне Ну покажи, пожалуйста Эй А дальше от микрофона убьешь Эй, диафрагмочка Портреты и рамочка Это а в предыдущей Абрама Старочка Нет, там он высоко пел Там ты еще выше пел А я не помню Мне показалось, ты вообще женский Я же пою и забываю сразу, что пою А, то есть он вообще ничего не понимает Он старается от коллектива не отбиваться А, где вы его взяли? Я не алкоголик У меня с памятью плохо просто Игорь, скажи, где вы его взяли Ну мы его взяли Я начинаю это напрягать немножко Мало того, что он не знает, о чем группа поет И вообще, в принципе, про что группа Он еще и текст не поет Он поет просто так Ну угад, что ли? И самое главное, что мы Не какие-то там дикари злостные Все равно делает вид, что боится Мне кажется, он не боится Он просто так кривляется по-своему Нет, я хочу сказать, что он даже и нот не знает А, да, кстати Мне всегда казалось, что духовики Они, в принципе, все имеют образование Я их тоже забываю Ах, ты их тоже не помнишь? Я понял Утром знает, вечером завтра Нет, ну обычно, может быть, я что-то потерял в этой жизни Но мне казалось всегда, что люди, которые играют на Как называют эти скрипки? Я тоже так раньше думал Смычковые они называют Я тоже раньше так думал Но теперь появляются вот такие вундеркинды Вообще нет образования, что ли? Нет, у меня есть высшая техническая Но музыкального нет Кто техническая, какой? Ну, я технарь, айтишник Айтишник, да А как ты с тромбоном сдружился? Так вот же, тоже с детства Скопанк слушал Дистемпер Ага, ага Так, так А учился где играть? Дома я как-то У меня стипендия пришла большая Пипец Я такой подумал Куда бы деньги потратить? И так как с детства мечтал Вот играть на тромбоне Ну, мне очень нравится этот инструмент Решил, ну, надо же попробовать Свою мечту реализовать Ты просто купил тромбон, стал учиться? Ну, да, купил тромбон Начал мучить соседей Ты серьезно что-то? Себя То есть вообще нет никакого музыкального образования? Он не похож на человека, который сейчас рысь Нет, ты знаешь Я так много тут видел людей Которые ни на кого не похожи Но оказывалось вполне себе ничего То есть нет музыкального образования? Ну, совсем, да Вот это первый раз Серьезно, первый раз Первый раз в коллективе Который играет какую-либо музыку Если есть духовик Не имеющий вообще никакого музыкального образования Ну, ты Гений, Ёшкин Кот Вундеркингер По-другому не скажешь, спасибо Кто второй? Ты тоже, что ли, не имеешь музыки? Нет, про Лешу Нет, я имею, да, просто второй раз Здесь был человек, который тоже не имеет образования Кто второй раз? У нас еще есть Леша, Леша Трамбонист Подождите, не вместе, я не понимаю ничего Леша Трамбонист был на AFK, когда мы играли, помогали ребятам Он тоже не имеет музыкального? У него нет, он тоже как бы самоучка Трамбон такой простой инструмент Нет, ну просто там сразу такие есть вещи Типа там атака не там Ну там надо же ставить дыхание туда-сюда Вот, но в принципе Дыхание туда-сюда Но играть можно, да? Сюда-сюда, ты не обижайся на меня Дыхание туда-сюда надо ставить Я, кстати, клево, но я не знал просто о том, что у него его нет Я всегда почему-то был уверен, что есть На меня всегда, я уже как-то говорил об этом С детства этот инструмент производил неизгладимые впечатления Потому что я не понимал, как эта кулиса Ну теперь я знаю, что называется кулиса Как она работает, как этот дядька в рот себе запихивает эту железяку Да, у него же этот мундштук И прям Какая должна быть глотка у человека Я вот был маленький, мне было, может быть, лет 6-7 Я реально считал, что тромбонисты Это как глотатели шпаг вот этих сабель Ну нереально Я же не мог предположить, что, оказывается, все равно Блин, обманули мальчика с детства, да? Так вот я тоже, я когда взял первый раз в руки эту... Шпагу? Нет, не шпагу, мне дали трубу У меня просто друг трубач был Я взял этот инструмент, начал дуть и думаю А что-то ничего не играется Наверное, надо кнопочку зажать и подуть Все равно ничего не играется Ладно, может быть, надо посвистеть Все равно не играется И у меня друг сказал Плюй туда И такая тишина нависла Действительно, плюнул, сделал и заиграл Сейчас он просто объясняет, как, собственно говоря, играет на инструменте Свои эмоции Плювым делом занимаешься На самом деле в детстве же зачастую объясняют, каким образом Ну когда, я не знаю, когда, может, я старый Нам раньше объясняли Просто выглядишь плохо Нам раньше изначально объясняли Когда маленьким объясняешь То это как будто, помните, шарики закатывали такие из бумажки И через ручку стреляли Да-да-да И, собственно говоря, непосредственно Ну а тут и объясняли атаку непосредственно Ну вот в детских школах Ну, как правило Я просто в музыкальной школе не на трубе учился Но я знаю, как объяснять Я пианист Еще один удар по моему восприятию этого человека Может быть, я закончу про вот эти трубы Я закончу таким коротким анекдотом Про учителя и ученика Значит, приходит вот маленький Ваня, грубо говоря К учителю по трубе И учитель по трубе ему, значит, говорит Вот смотри, мальчик Вот это, говорит, труба Вот это мундштук Вставляешь мундштук в трубу Мальчик берет трубу Вставляет мундштук И говорит И что теперь делать? Учитель говорит Дуй А мальчик говорит Куда дуй? Там нормальный финал? В магазин Я напрягся В магазин А, в магазин А, ну, в общем, тоже правильно Ну, я так на всякий случай Мало ли Как говорится, за анекдотом песни Так, что ты Этот же анекдот Как бы о нашей группе, собственно А, взял мундштук Еще раз объяви, пожалуйста Только так красиво Я хочу сказать Приглашаю всех желающих Научиться на любых Медных Деревянных Любых инструментах Приходите в музыкальные школы Сейчас туда принимают Кого угодно Школу Йозефа Гайдна Йозефа Гайдна Как это звучит? Школа Йозефа Гайдна А рядом Балет А рядом группа Мэтбенд Школа Йозефа Гайдна А рядом метро Новокосино И спросите там Андрея Викторовича Щербашина И вас с удовольствием Проводят к нему Вот именно так Да Именно Андрей Викторович Ай, браво Хорошо Я почему это рассказываю Это важно Однажды ко мне пришла девушка Учиться играть на духовых Да На тромбоне Ага, на тромбоне А когда я спросил А с чего это вдруг Вот решили Почему именно тромбон Ну, говорит Просто мне, говорит В руки тромбон пропал Попал А я говорю А почему решили вообще Научиться играть На этом инструменте Она сказала Ну, мы занимались Свинк-танцами И, как бы, говорит Логический шаг Следующий Начать играть Эту музыку Вот И вот, собственно То есть это не последний Человек Который вот играет Без всякого образования На музыкальных инструментах Не, потихоньку Ты же даешь образования В некотором смысле Да Да Я когда говорю об образовании Я не имею ввиду Диплом или корочку Да, да Я имею ввиду Как раз педагога Это очень важный момент Как мне кажется Что От корочки Это ни черта Не зависит Абсолютно верно Абсолютно Это с годами Мы поняли Ну вот Шли годы Мы понимали Все больше В этой жизни Вот поэтому Перед эфиром Вот Ваня уже Выучил одну ноту Какую, Ваня Какую ноту Дорогой мой Ты выучил Наконец Я забыл Какая следующая песня будет Помнишь, нет? Следующая песня будет Про жаркую страну Испания Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Мэд Бэнд Знакомьтесь Получайте удовольствие Погнали Спасибо за просмотр! Воображение Рисуют картины Радостью сердца Заполню свое До краев Перебирая Любимой столицы Сантимы Каждое утро Ко встрече С прекрасным Гортов Радые глаз Учищается Сердце Биенгель Мной Позабытый От души Любой Мой Биенгель Мой ренадой С Как Биенгель Рядой Хватит уже бесконечных тупых обещаний Осень диктует мне солнцем праздник души Не позабуду, друзья, я наших свиданий Это меня закрепает во время зимы Радые в глаз учащаются, сердце биенье Вновь позабыт и окружен любой негатив Слушаю музыку города, имя ночи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Радые в глаз учащаются, сердце биенье Вновь позабыт и окружен любой негатив Слушаю музыку города, имя ночи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мэтт-бэнд здесь сегодня. И самое главное, я наконец теперь понял, что они ведь не лукавят, когда говорят, что Ваня забывает тексты. Потому что сейчас я своими глазами видел, как Мерза... Ну, вот как называется, синхронный перевод, когда, да, для людей, не слышащих Он кидал, кидал реплики вот так вот руками Ваня А Ваня в это время подпевал микрофон Он их ловил? Он их ловил, да. Сегодня здесь Мэтт-бэнд, напоминаю. Вот Елена Варнакова пишет интересную вещь. Я хочу немножечко, так, скажем так, ответить на эту реплику. Я действительно не понимаю, как этих ребят сравнивать с Ленинградом. Это такие же разные вещи, как симфония Агата Кристи. Ребята очень самобытны, так держать, пишет Елена Варнакова. Елена Анатольевна не с самого начала существования программы живые и вообще, в принципе, своего радио слушает станцию и не понимает одной простой вещи. Я вообще запрещаю кого-либо с кем-либо сравнивать. Я считаю, лично я. Я считаю, что сравнения никогда никому на пользу не идут. Если у человека малая музыкальная грамотность, и он знает всего 2-3 группы, конечно, он с ними всех будет сравнивать. Когда я говорил, не боялись ли парни, я имел в виду следующее. В свое время, когда я еще в 90... Вань, в 92-м году я пришел... Он, наверное, родился как раз. Я так и думаю, да. Я пришел работать на радио, да. Вот я бы ни в жизнь не пошел работать на радио, если бы не чувствовал, что я могу быть лучше тех, кого я слышу в эфире. В жизнь бы не пошел. Быть вторым я не могу. Характер такой. И когда я понимал, что я могу сделать лучше, вот тогда я брался за какую-то работу, которая точно мерза. Я просто думаю, что я где-то даже в первую-то еще не вхожу. И все равно пошел. Ну и глупость сотворил, значит. Это шучу я. Нет-нет, это все дело от человека, от характера зависит. Именно поэтому я и спросил, насколько было страшно, не страшно, если уж затевали всю эту историю. Теперь понимаю, что нет, и вы абсолютно делаете свое дело, и делаете его замечательно. Что ты? Я хотел ответить на эту реплику насчет того, что хотел быть не хуже тех, кто... Лучше. Лучше. Не хуже скучно. Да, да. Переходите в мою школу. Нет, не к этому. Нет, я очень долго прожил на этом свете. Вот. И мне на всю жизнь запомнил... Мне сейчас неловко стало. Да. Мне на всю жизнь запомнилось высказывание одного кларнетиста, когда я спросил, говорю, Сережа, ты первый? Говорит, нет. Говорит, не первый, я единственный. Вот это правильно. Вот это к вам относится в полный мерик, своим человеком. Это правильно. А что со мной на вы-то? Ну, неловко даже. Мне за себя становится неудобно. Я, конечно, понимаю, что я с 92-го года в радио, но это не настолько... Или настолько отвратительно уже. Прекрасно. Все-таки хотелось бы, да, хотелось бы еще немножко пожить. Что касается музыки и текстов, кто пишет? Ну, музыку пишет группа. А тексты... Тексты... Вот группа была основана с моим другом Димой Пруписом. Может, он нас смотрит. Привет, если смотришь. Большинство текстов писал Дима. Потом мы как бы разъединились. Ну, а так вот... Дружно, но по-человечески нормально. Да, нормально. Так вот у нас Александр Борисович. Вот у него талант проснулся в последнее время. У нас, собственно, вот... Мы недавно... Повзрослел. Мы же сейчас EP новое записали. Буквально в понедельник мы его дописали. Ну, несколько песен. Мы записали несколько песен. Сейчас это, говорится, EP. А сейчас на многие вещи говорим EP. Да. Знаешь, даже независимо от музыки. Просто EP и все. Да, я вообще очень люблю название eBay. EP. Еще у меня было любимое слово. Но я не могу сейчас. Оно несколько... Да. Хотя литературное, но как бы не очень в данном контексте прозвучит. EP это, то есть, малолитражка такая. Да, малолитражка. Альбомчик? Альбомчик мы хотим... Для группы Mad Band это, мне кажется, очень... Сингл, сингл, по-стариковски. Но сингл по-стариковски это одна же песня. А тут-то у нас три все-таки. Ну ладно. Не, почему? В сингле может быть и не одна. Может быть и не одна. В общем, EP и сингл это, по сути дела, одно и то же. А если говорить по-русски, то это все-таки в вашем контексте это малолитражка. Да. Крупнолитражный альбом он будет когда? Ну, я надеюсь, весной, но может быть и чуть попозже. А какой он по счету будет? Вот как альбом пятый будет. Пятый альбом? Да. То есть, получается, за 11 лет... Да, у нас еще есть сплит один. А это что за две? Ну, мы когда, по-моему, в 11-м или 12-м году сплит записали с немцами и с чехами. Три группы, там по пять песен. А, вот так. И как это было? Нормально. Кто круче? Немцы, чехи или... Каждый по-своему. Все группы очень достойные, я хочу сказать. Мы же обучали только что анекдот про клавиатисты. Ну и конечно. Ай, браво. О концертах поговорим чуть позже. Это тоже важно. Мне кажется, и не можно, а нужно об этом говорить. Чем больше будут знать о ваших концертах, тем лучше. И нам как раз тоже было бы приятно, если бы на ваши концерты стали ходить те, кто услышал вас сегодня. Это вообще для нас был бы подарок большой. Давай петь дальше, потому что время, я смотрю, так-то там... К перерыву приближается, да? Уже 45 минут прошло, я заметить не успел. Сейчас песня будет называться «Город», и каждый может представить свой любимый город. То есть песня о любом любимом городе. Как всегда, «Живый звук» в программе «Живые». Здесь сегодня «Мэтбенд». Погнали. Новое утро громко спьется, солнце проснулось, светит в окно. А я шагаю по лужам, солнечный город, пиво весна, и все хорошо. Я люблю его, когда он такой, город, город, город весной, город весной. Я люблю его, когда он такой, город, город, город весной, город весной. Это же сказка, мы сидим и пьем пиво, город обычный, в пути живет. А мы сидим на газоне, болтаем лениво, а вокруг нас суетится народ. Я люблю его, когда он такой, город, город, город весной, город весной. Я люблю его, когда он такой, город, город весной, город весной, город весной. Бегают люди, ездят машины, ездят машины, ездят машины, ездят машины. Бегают люди, ездят машины, город проносится мимо меня. А я лежу на спаде, устаржить в небо, мне хорошо, пиво, солнце, весна. Я люблю его, когда он такой, город, город, город весной, город весной. Я люблю его, когда он такой, город, город, город весной, город весной, город весной. Напомню, мэтт-бэнд здесь сегодня, я так на всякий случай это делаю, упоминаю. Чего ржать-то? Жиденькие. Чего-чего-чего? Очень жиденькие аплодисменты, давайте поддержим группу! Жиденькие, знаешь ли, люди стараются, между прочим, тоже хлопают периодически здесь. Есть вопросы, ну и понятное дело, они весьма своеобразные могут быть, имея в виду какое-то своеобразное качество. Вот, например, Макс Васильев, Максим Васильев, он, кажется мне, чуть раньше пытался, так сказать, сформулировать свою мысль на предмет авторских прав, потом он вдруг разразился таким вот достаточно немаленьким постом. Значит, ладно, задам вопрос. Вот, скажем, пишет он, группа долго вынашивала, долго записывала альбом и выпустила его либо на пластинках, либо в цифровом виде на платных сервисах. Ну, то есть человек имеет в виду, что группа рассчитывает зарабатывать на альбоме, ха-ха-ха. Но, тем не менее, он так вот предполагает, что это возможно в сегодняшний день, это реально. И вот в этот же день, как только пластинка вышла, альбом появляется на торрентах для бесплатного скачивания. У группы есть выбор, обратиться к администрации торрента, чтобы удалить раздачу или просто забить. Вот ваш вариант, и хотелось бы ответ услышать с пояснениями. Ну, я могу сказать так. До 2008 года у нас диски, которые мы выпускали, у нас на тот момент уже два альбома было, они продавались. Они продавались там по Москве, по России и так далее. Где-то в 2008 году это все встало. Ну, просто встало и все. И диски перестали продаваться. Не всегда хорошо, когда встают. Да, поэтому нам, в принципе, как там, пофигу, да, было? Нам пофигу, допустим, кто-то выкладывает или не выкладывает. Пускай выкладывают, больше о нас будут знать. Мы диски продаем в основном теперь на концертах. Естественно, тиражи теперь маленькие. Есть коллекционеры, которым приятно вот купить группы диск. И поставить себе на полочку. Да, есть такие. Кто-то пивные бутылки коллекционирует, кто-то, я не знаю, марки, кто-то там еще чего-то. Мерзатый, что коллекционируешь? Ну, ох, не скажу. Вот. Я просто имею в виду, что мне кажется, что панк... Ты вообще ничего не сказал, но в виду уже имеешь, да? Тогда веди, друг. Я просто говорю, что мне кажется, смысла всякие торренты и так далее нет закрывать. По той причине, что группа в России в данный момент, на данном этапе развития музыкальной индустрии все-таки существует непосредственно за счет концертов. Это прежде всего. Это да. Потому что, да, концерты, какой-то мерч, да, но продающийся, опять же, на тех же самых концертах. На концертах. И не гастролирующая группа, к сожалению, ну, теоретически или практически скорее ничего не имеет, как бы. То, что ты будешь забивать какие-то торренты, ты лишь, наверное, вызовешь к себе какое-то агрессивное, ну, воздействие. Потому что многие говорят, ой, ну, как же так, музыка не продается, все дела. То есть никто, конечно, не думает о том, что там им надо есть, там где-то жить и так далее. На это все всегда плевать. Но в целом ты вызваешь в себе негативную реакцию. И поскольку, если ты гастролирующая группа, если ты не студийный проект, и существуешь непосредственно на концертах, то, наверное, не нужно запрещать ничего. Пусть это будет массовая такая вот раздача, бесплатная. При том, что давно уже введена практика, что любые нормальные, как бы, люди, ну, которые уважают творчество и группы, и по-настоящему ее любят, ну, там, они могут скинуть, там, скинуть, сколько они хотят денег. Рубль, там, 10 рублей, 100 рублей. Вот здесь уже народ спрашивает, а можно ли как-то группе помочь деньгами, Яндекс Кошелек, например? Ну, конечно, можно. Денис спрашивает. У нас тут все... 8, 9, 9, 9, 6. Нищеброды. Ну, я думаю, что у вас в сообществе можно найти. Да, у нас там Яндекс Кошелек есть в контакте. Мы сейчас на Волгоградке, давайте у метро через час встречаемся. Не слушайте. Нет, нет, почему нет? Если кто-то готов приехать, пожать мерзи руку и еще вложить в эту руку какую-то купюру, то почему нет? Какую-то бутылочку. Не зря сходил, не зря сыграл. Что касаемо зарабатывания, вот я не то чтобы абсолютно на 250 тысяч процентов с тобой согласен, потому что я много лет назад сказал, что ребята, музыкантам, которые начали нервничать, вот как же так, наша музыка бесплатно. Зарабатывать надо в работе, то бишь в концертах. Естественно. Альбом это некий отчет. Вот скажем, группа существует какое-то время, год, два, три, и пишет альбом. Это некий отчет перед своей аудиторией о том, что мы за это время сделали. Вот мы записали, и возможно, это музыка, которая сведена правильно и грамотно для ротации, например, на радиостанциях, условно говоря. А зарабатывать надо на... Мне было бы интересно, если бы театральные люди, я как театральный режиссер сейчас рассуждаю, да? Например, сыграли спектакль, его сняли на видео, это спектакль. А потом продали. А потом, а давай на диск и будем продавать. Ну да. Ну нифига себе, люди зарабатывают деньги только за счет того, что зритель приходит на этот спектакль. И почему, собственно говоря, нужно упираться в то, что надо этот диск теперь обязательно продать. Ах, вы скачиваете бесплатно мой спектакль. Я его столько времени ставил, актеры столько времени работали. Мы выпускали диск, мы отдали за это колоссальные деньги. А вы теперь скачиваете это бесплатно? Сволочи вы, говорит человек. Можно я... Я уйду из искусства теперь. Пять копеек скажу. Давай. Я просто считаю, что, в принципе, мы музыкой занимаемся для того, чтобы другим было приятно это слушать. Я не могу сказать, что мы какие-то меркантильные там... Когда тебе будет приятно. И мне будет приятно. Твари, что ли. Мы люди, которые несем добро, позитив. Это правда. Вот, я считаю, это самое важное. По поводу дисков-то, дисков. Так, давай. Давай. Ну, только ближе к микрофону тебя нет. Диски, это, ну, типа рекламка, как флайеры сейчас стали такие. Ну, да. То есть, вот мы в преддверии нашего презентации этого EP-сингла решили замутить такую тему. Как аккуратно сказал. Но все-таки выпустим дисочки. И всем, купившим билет в JOW-W 4 декабря, подарочек, сингл. Дисочек. Да. Пусть будет. В упаковочке. В упаковочке. Как положено, с обложечкой. Пусть будет. И как бы. Молодцы. Это как раз тот случай, когда... Визиточка такая. Молодцы. Визитная карточка, да. Диск, как визиточка. А так, коммерческий, конечно. Раз вы заговорили о концерте, давайте мы о нем более подробно. Что понравились, и тот нас не слышал. Ваня удивился. Я был просто в Дэд Президенте. Я играл там. А ты у нас не был в программе. Нет, я довольно быстро. А он не помнит. Он же не помнит. Да, он забывай, он как рыбка Дори. Нет, я помню этот момент, когда пьяные панки полезли на сцену, и микрофоном мне хотели разбить тромбон. Вот это я запомнил, как я его пнул. А, то есть у тебя ты не злой, ты просто... Ты не злопамятный, да. Я просто ушел из группы после этого. Не, ну, кстати, когда мне сломали трубу, я же не ушел. Ну, ладно, дело не об этом. Смысл такой, я что-то вспомню про рыбку. В некоторых странах есть обязательный размер аквариума, потому что рыбка, проплывая по кругу, забывает, что она находится в замкнутом пространстве. И это обязательное условие, я вам клянусь, можете прогуглить, господа слушатели. Мерзо, дорогой, а к чему ты вот это сейчас? А что-то про рыбку Дори пошел разговор, что он все забывает. Я тут что-то вспомнил, просто информацию, вдруг слушателям будет полезно. То есть ему аквариум... Возьмите, аквариум побольше, и рыбка не будет страдать. Вот так я могу сказать. Ага. Ну, я учту, на самом деле. Я теперь понимаю, почему с Мерзой весело. Потому что он всегда несет интересные... Мерзой гениальный парень. Интересные вещи, да. И цепляясь за абсолютно ненужные, казалось бы, реплики, умудряется из этого выдавить и выдавить что-то серьезное. Гениальный человек. Ну, практически гениальный трубач в вашем коллективе. А музыкой заниматься, чтобы другим было неповадно, вот, мне кажется, это очень хорошая и сама по себе задача, и установка. Так, браво, сколько же энергии и крутотень. Это к вам. Это к вам. Это аудитория реагирует на вашу музыку, потому что энергетически очень сильно заряжаете на самом деле. Почему-то только Костя так реагирует радостно. Он вскидывает руки вверх, машет. Потому что он не пьет. А, я понял. Что живой. Денис Шишлов пишет, трубач, он как Википедия. Да, вот я же говорил. Чистая Википедия. Давайте мы закончим сейчас какой-нибудь песней, потому что нам уже надо будет на поле уйти. Да, я немножко тут подкорректирую. Мы сейчас сыграем песню, которая называется «Морская». Про море. Неожиданный поворотник. Особенно пустые рыбки, да? Очень неожиданный. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня. Мэтт Бэнд. Погнали. Я на морском наберегу Сижу лениво и смотрю На волны солнца и песок Мне тихо шепчет ветерок Я никуда не тороплюсь Я про измены и дела Совсем не помню Здесь так тепло и хорошо Здесь жить приятно и легко Здесь без окрыши Небо мне над головой Безуси желтый, как ковер Здесь твои песни мне поет Морской прибой Мотив простой Но как же так, какой облом Я просыпаюсь в ухо мне Звенит будильника в окне Московский серо-зимний день Я просыпаться и вставать Из дома выходить сегодня Я не стану Поставь лечебник на столе Разве шепотки на стене Дам мне за крыши небо Мне над головой Безуси желтый, как ковер Там свои песни мне поет Морской прибой Мотив простой Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Это место крыши, небо мне над головой Беззотий жёлтый, как ковёр Там свои песни мне поёт мошковь любой С матерью простой Ну что, двинемся дальше. Напомню, сегодня здесь Mad Band, коллектив, который радует аудиторию. Даже те, кто не слышал их музыки до сих пор, до сего дня. Уже, мне кажется, получают огромное удовольствие. Пауза была большая, надо, наверное, начать сейчас с песни. Да. Что это будет? Это будет песня про первую женщину-космонавта Валентину Терешкову. Так и называется песня. Валентина Терешкова. Герой России. Ну, я понимаю, как всегда. Мы её лично награждали, играли награждение как-то. Герой России. Мы лет шесть назад, Андрей, мы играли эту церемонию с Андреем. Героем Союза не было оно, что ли? Союза не знаю, но Герой России, вот точно. Просто ребята ещё играют вдвоём. Да, ну не надо, не надо, не надо. В одном очень именитом духовом оркестре. А чего, а чего не надо-то? Давай уж скажи. Ну что, ну что. Ну, мы играем в оркестре времён Людовика XIV играем. При дворе Людовика XIV в оркестре играем. Как называется? Владимир Мономахов. Как называется? Президентский оркестр. Ты что, серьёзно говоришь? Нет, я шучу. Не, подожди секунду. Президентский оркестр какой? Один. Вы его запалите на работе, он теперь премии лишится. Не, об этом нельзя говорить, что ли? Ну, я не знаю, что за... Там участвуют. Хорошо, ладно, не будем. Хотя тема интересная, конечно. Тема любопытная, конечно. Давайте про Валентину Терешкову. Давайте про Терешкову. Окей. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Мэдвенд. Пагнали. Дорогая девушка моя. Как сильно я тебя люблю. Именем твоим красивым. Свою собаку я возьму. А прекрасный твой портрет Давно на стену я повесил Что по лицам твоим прекрасным Мог любоваться я, даже если не вечер. А какая сильная любовь, А какая жуткая страсть, Такое можно увидеть в книжке, но Или в книгах прочитать. Но ты ужасно далека И ужасно знаменита Валентина Терешкова Женщина с орбиты А тебя узнал я так давно, Когда я был мальчишкой несмышленым С тех самых пор тебя люблю И ничего с тобой поделать не могу Ну, как бы сказать, неоднозначная песня. Ну, вся жизнь неоднозначная. Да-да-да, я просто вспомнил армейские годы, Когда она шутка. Наверняка везде ходила, да, Приеду домой, назову собаку прапорщиком. Да, и буду ее ласкать. И буду ее мучить, да. Но, с другой стороны, Портрет любимых и самых красивых женщин, Я имею в виду в юности, В пубертатном периоде, Особенно всяких разных журналов, Мы, естественно, развешивали В самых-самых... Интимных местах. Часто посещаемых, давай так, местах. И, в общем, чувствовали себя Вполне себе комфортно. Так что, если герой России Валентин Терешкова вызывает такие эмоции, То, безусловно, почему бы нет? 46-47, это короткий номер для ваших смс. Сначала пишите свои, пробельчик, А дальше уже все, что хотели бы Отрисовать коллективу, Это я говорю об смс-ках. Теперь же выискиваю, вычитываю, Что вы, что вы, что вы, что вы пишете. Значит, о, вау, хитяра пишет, Илия Терешкова, хитяра? О, как. Хитяра, понимаете, что играете? Вы не просто музыку играете, Хитяры вы играете. Теперь о концертах, Может быть, более подробно. Еще раз, 4 декабря. Да, 4 декабря концерт в Москве будет. Посвященный вашему выходу EP. EP-синглу. EP-синглу. Джауда, в субботу. Так, так, так. Великолепный день, да? Это пятница вообще, Саша. А, пятница еще лучше. Пятница еще лучше, Потому что после работы, уставший. Деньги, вот, я не помню, субботы. Суббота еще подумаешь, да. Нет, Саш, вот так надо говорить. Смотри, здравствуйте, многоуважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать. Товарищи. Не побоюсь этого слова. Не побоюсь этого слова. 4 декабря. Давай вместе. 4 декабря. Оба картовые. 2015 года. А сейчас 15-й, да? Или 16-й, не знаю. 15-й. 15-й. Декабрь пока 15-й. Подожди, не спеши. Так, 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 так. Вот, приходите, получите бесплатный диск. Раз. Мы же не зря на него деньги тратим. Мы же понимаем, что мы ее от нее отобьем. Море удовольствия 2. Ваня подключился. Молодец. Будет разливное пиво 3. Цены на пиво мы не уточняли, но, скорее всего, дешево. Окей, ну, если мы говорим о Москве, а вообще с концертами как, помимо Москвы? Ну, вообще так, как сказать? Ну, у кого-то, наверное, лучше, у кого-то хуже. Из ближайших дат у нас, насколько я знаю, забито Тула, Коломна, Питер, Новгород, Тверь. Жители городов просто сейчас слушают и понимают, что им надо будет как-то выискивать вас где-то в афишах, чтобы знать, когда... Да, ну, в принципе, вот на наших порталах, там это ВКонтакте, Фейсбук, сайт. Сайт у нас сейчас обновляется, скоро будет новый, сейчас он немножко загибается пока. Ну, в общем, концерты мы играем. Летом мы тоже довольно часто на фестивалях, на каких-то можно увидеть. Наверное, не на самых топовых, но на каких-то. Почему? Как, а в Европе? Ну, в Европе это отдельная статья. Что мы называем топовым? Мы же сейчас с русскоязычной публикой общаемся. Кстати, говорили мы в паузе, да, о том, что в Европе вы присутствуете, вы катались и катаетесь, продолжаете давать концерты. Вот разница в аудитории, мы это обсуждали. Да, вот у нас 7 евро туров было за нашу историю. Мы с 2010 года ездили. И в Европе, я так понимаю, принимают даже более вежливо, что ли, более ярко и радостно, чем в России. Так я понимаю? Ну, мне кажется, все-таки тут в культуре, в культуре немножко разница есть. Если в Европе мы видим там неформалов, нормальных обычных людей, только они неформалы, которым 50-60 лет, которые приходят на концерты. То у нас, в принципе, в стране, если тебе там лет 30 уже, ты должен какой-то вот образ иметь такого человека, там, в костюме, солидный, у тебя должна быть жена, дети. И, как бы, вот эти все детские штучки, это ты давно отлюбил. А ты должен быть солидным, там, мужчиной. Вот так. У нас такие стереотипы. Ну, мое субъективное мнение. Да, я согласен. Я согласен. Вот там такого нет. И нам это очень сильно нравится, конечно, очень. Понимаю, кому это не нравится. Если тем, почему на вас так реагирует публика взрослая, то это, мне кажется, самое большое, что может... Какая-то большая радость, на самом деле. А в Южной Европе вообще, вот в Испании мы были, люди-зажигалки. Там три аккорда первые прозвучали, и они уже все в пляс пускаются. Ну, а здесь, ну, Москву, наверное, я больше отмечу. В Москве стоит вот где-то там за колонной человек и смотрит, чем же ты меня удивишь, вот так вот оцениваешь. А там, как бы, открытые, что ли, люди. Вот так я могу сказать. У меня, кстати, казалось, что такой момент, Гарику, кстати, как раз-таки вопрос. Так. Мне всегда казалось, когда в Питер приезжаешь, все, очень было всегда интересно. Если ты с московским коллективом приезжаешь, то как раз-таки в Питер очень часто так они стоят, говорят, ну, давай, москвич, удиви меня. Да, иногда было. Мы тут в Питере. И, короче, вот тут мы, ну, основоположники, удиви меня. И вот он стоит так вот и смотрит на тебя, а ты такой, вроде, получается, и начинается как неудобно. Вроде как кривляешься, вроде ска, вроде ножку поднимаешь. А потом и вот стоит вот этот человек и прям глазами прям пилит тебя такой, говорит. Я просто часто вот еще когда в Ирландине, да и с вами мы играли, помните? Да, в Питере мы много раз играли. Да, да. Ну, таких вот персонажей бывает там 10-15 точно. Мерзая. Они стоят причем очень близко и вот с таким вот лесом, типа, говорят, ну что, может быть лучше? Ну ладно, что ты вот на Питер? Питер хороший год. Я могу сказать про Германию. Куда ехать, дурик? Отличный год. Я могу сказать, вот у нас в Германии в некоторых городах было так. Вот Андрюша ездил тогда, и Степа у нас саксофонист был. Мы, в общем, уже практически час играем. Уже ребята по торсу голые, уже седьмой пот, а немцы только начинают подплясывать. И уже, конечно, когда полтора часа мы играем сет, они, конечно, уже в пляс пускаются. Так что Питер, он как раз, это не так. Нет, я говорю, были такие города. Северный темперамент. Они долго расходятся. Ну, Саш, я просто вообще... Я могу сказать, что на Южно-Сухалинске там гораздо севернее, я не знаю, холоднее уж точно. А там не избалованы люди, куда они так часто приезжают. Могу точно сказать, что даже играя там с одной небезызвестной группой, могу сказать, что даже под которую песню там плясать невозможно. И в академическом зале люди вставали и как-то что-то делали. Причем это что-то было очень похоже на скопанк. Я имею в виду не Москва и не Питер, они не так избалованы, как Москва и Питер, всякими артистами и концертами. А этих-то надо удивлять, потому что, в общем, все видели уже. А тут, ну-ка, тем паче мы говорим, допустим, если о Питере, то вспоминая стилистику подобную, похожую на вашу, то действительно, давайте вспомним. Да, Сергей, Пайт, ты нас смотришь? Привет. Коллектив, который там постоянно и, собственно говоря, кстати, дисты, они, между прочим, всю Европу тоже достаточно хорошо и плотно окучили. Да, они больше, чем они, никто не окучил. Вот, и я вам желаю того же. Спасибо. В результате. Так, чтобы вас знали, всюду, везде. Так, опять Мирза пошел. Я больше скажу, я снимаю комнату у одноклассника-доцента. А какая это связь одного с другим? Да. Мне кажется, он за сегодняшний эфир все о себе расскажет. Нормально, нормально. Все, абсолютно. И в этом, наверное, весь Мирза. Он ни от чего, да, не прячется и скрывается. Раз уж мы закончили говорить про наши концерты, я хочу сказать, что сегодня параллельно с нами дает концерт группа «Луна», которая, кстати, по-моему, тоже была... Была и не раз, да. Была на своем радио. Да, они сегодня играют в «Крокус». И вот как раз в перерыве увидел привет, который мне в Инстаграме передали мои коллеги, которые как раз пошли на этот концерт. Вот, я передаю им ответный привет и еще отдельный привет Диме Гусеву и Андрею Тимакову. Спасибо. Спасибо от их имени. Спасибо, поле чудес. Я так думаю. Да, сегодня замечательный концерт, кстати, с Инферническим оркестром. Теперь споем. А сейчас мы передадим привет от старой, лысой, параноидальной бабушки с автоматом Калашниковым. Следующая песня «Бабушка». Как всегда, живой звук в программе «Живые здесь». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По выцам идет бабушка наглопритая, и на плече у нее висит автомат Калашникова. Получил это все, кажется подозрительным. И она начинает стрелять, верно, в разные стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравая мыть посещает ей лысую голову редко, что по большому счету ей в общем-то и не нужно. И из-за автомата Калашникова стреляет она очень метко. И подает, 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 подает вокруг ее разные люди. ШАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛЛА Шалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалал По улицам уйдет бабушка наголо бритая И на плече у нее висит автомат Калашникова Бабушка лысой все кажется подозрительным И она начинает стрелять в медвыбренные стороны Вот это так Вот это так Вот это так Пять минуты вечер после работы Деньги и водки я не помню субботы И посетили кое-как еле-еле Себя пришел за окном в понедельник И вот я небритый, страшный, ужасный В зеркало я не смотрюсь Покажу на улицу тучи, слягой Но я, как и быть, доберусь Вот это так Добирался звонят И не беда Но я доберусь Вот это так И вот, наконец-то я добрался до дома Как-то привычный, как все знакомо Лежу на диване, я тороплюсь Мне хорошо, я этим бодрюсь Вот это так Мне хорошо И не беда Мне просто подряд Вот это так Фуха, my band Сегодня здесь my band Энергия, конечно Вы знаете, как бывает, когда слушаешь кого-либо В данном случае я имею в виду и музыку, и человека Один вытягивает из тебя энергию Да, это вампир такой А другой отдает тебе столько, что тебя начинает распирать Вот я сейчас живу в этом кресле Я понимаю, что мне его мало Надо больше места Просто его не хватает И студии стало мало Да, кстати, на этой песне Данил Артемьев написал замечательную фразу Не знал я этой присказки Хороший, добрый, такой короткий анекдот Цой еще жив Писал мелом на двери пенсионного фонда Алексей Иванович Цой На предмет бабушки с автоматом Она же не так просто тусит по городу Мэтт Бэнд Напомню еще раз Замечательные ребята, которые делают, на мой взгляд, роскошную Совершенно живую, настоящую музыку Вот Данил Артемьев написал следующее Как мне кажется, чтобы играть ска Нужно каждый раз, выходя на сцену Быть в диком позитиве И на трезвом веселе А бывает такое Подожди, мерза Нет, просто диким Подожди, мерза Я не закончил А бывает такое, что за пять минут до выхода на сцену Настроение такое, что хоть волком вы И не то, что задорное ска рубите Хочется рюмку водки и черный ворон А надо про сантехников играть И как минимум улыбаться и веселиться Вот как быть? Бывало подобное? Бывало, что я в турах голос себе срывал Но потом мы нашли хороший заменитель Я гельмастер Я полоскал горло им И он помогал Но я его, естественно, не выплевывал обратно Гарик ушел в сторону от вопроса Я так понимаю, психологическая подоплега, да? Ну да То есть шоу мозговым всегда То есть 50 грамм перед выходом на сцену и вперед Ну или 150 В зависимости от роста От организма Да, да От роста, возраста От роста, возраста Сейчас сидит, Дементьев изглатывает 46-47 Это короткий номер для ваших смс Сначала свои пишите Да нифига, нифига Он бросил Меня даже не на капельку даже вообще Да он молодец, на самом деле Он умница, да Он умница без вопросов, на самом деле Хочет Заливать всем любит Да 46-47 Это короткий номер для смс К вашу сначала свои пробельщик А дальше все, что хотели бы сказать В адрес коллектива, например Или какие-то эмоции Делитесь ими, пожалуйста Что касается, ну скажем так Обязанности артиста В хорошем смысле Выйти на сцену с позитивом Еще товарищ Станиславский говорил Своим ученикам Студентам, да Театрального вуза И потом это стало расхожей фразой Если на афише написано Что спектакль в 19.00 То вдохновение к тебе, дружище Должно прийти в 18.50 Вот как хочешь Это профессия Это профессионализм Что мерзак Я осторожно Что Википедия А, да нет Я просто хотел как раз По поводу Станиславского Там был очень интересный момент Зацепился и за это Я просто имею в виду, что да Без 10 может и должно прийти вдохновение На самом деле, мне кажется, часа в 4 Потому что в гримерке ты гораздо раньше Но смысл такой, что очень многие потом Именно наши Может быть мои любимые Я субъективно менее выражаю Например, тот же самый Аль Пачино По 2-3 дня Лежал на диване Чтобы войти в роль Ну то есть При том, что это снималось Это получается как у нас Студийная запись На студийной записи У тебя есть шанс Переиграть что-то То есть Когда ты в лайфе Когда ты в театре На сцене То переиграть шансов уже нет Как ты вот что-то сделал Поэтому, короче, когда по Станиславскому Они ходили То там бывало, что по 2 дня Некоторые люди в гримерке сидели Там вообще офигевшие Абсолютно Я тебе открою маленький секрет Аль Пачино Сколько ему лет сейчас уже? За 70? Я думаю, где-то за сотку Да какой за сотку? Это ты имеешь в граммах, что ли? Нет, за 70-ничек Так вот он до сих пор посещает Педагогов по актерскому мастерству Причем наверняка наших Нет, американских Но они все равно работают по Михаилу Чехову Конечно Чеховская, Станиславская Они не очень по Станиславскому Они как-то все больше по Чехову Есть такой Был такой Михаил Чехов Так вот, до сих пор Это говорит прежде всего о том Что актер Ну или артист, если хотите Музыкант, неважно Творческий человек должен себя Постоянно поддерживать в тонусе Что, казалось бы Чему учится Аль Пачин? Чему? А он до сих пор посещает Курсы актерского мастерства Потому что в любом возрасте При любом статусе При любой внутренней, скажем так Готовности выйти на сцену В любой момент Все равно что-то новое Ты для себя обязательно найдешь На месте ничего не стоит Ну это же как заниматься Предположим, ты можешь не заниматься 15 лет И у тебя, может быть, практика была Ну, две с половиной тысячи концертов Но если ты 15 лет после этого не занимался Ты выходишь на сцену И ничего не сыграешь Да если ты каждый день играешь Тебе все равно надо постоянно с собой работать Вообще с собой надо работать Но мне кажется, даже уже Местами-то и духовно уже пора Год-то у меня уже не те Мерзай, мерзай Дай слово сказать Ты прямо, ну я не знаю Константин Дементьев в барабанчике Дементьев, да Спасибо своему радио Спасибо, что живой, Костя Да, дай ему сказать Есть Он молчал-молчал столько лет Хочу поздравить Поздравить хочу Вот с таким вот великим случаем у меня своего радио Хорошую мою замечательную подругу Марину Завалишину Мариша С днем рождения тебя Сегодня, дорогая Ты классная девчонка Всех благ, любви И не забывай мне почаще звонить Она не замужем, скажет? А? Она не замужем, эта барышня? Пока нет Ну вот, значит Значит, я полагаю тебе сегодня куда поехать После эфира 46-47 Свои пробел Ну так красиво поздравить Да на весь свет белый Я думаю, что девушка не должна Сказать тебе сегодня ничего Кроме Спасибо, дорогой А когда она скажет об этом в глаза Давайте петь дальше Что это будет? Давайте мы сейчас вот одну из наших трех песен Подожди, мерзай Которая Он плюет в трубу Епи Сингл Одну песенку мы сыграем Новиночка Новиночка, да Как называется? Она называется Такая предстория Довольно долго Лет, наверное, пять мы хотели сочинить эту песню Есть такой клуб 27 Клуб 27 Дорогие слушатели, может кто не слышал Это звезды первой величины Которые умерли, когда им было 27 лет Это там Джимми Хенрис, Курт Кобейн, Дженнис Джоплин Джим Моррисон И вот последний Энни Вайтхаус Вот, собственно говоря Эта песня Привет им От вас От Мэтбэн Но прежде чем вы споете эту песню Я хочу сообщить Это очень важная информация Потому что действительно Нельзя упускать такой возможности За звук, который слышит аудитория Своего радио сегодня Нужно сказать спасибо Сергею Гореву Звукорежиссер программы Я думаю, музыкантам тоже комфортно играть В этом звуке Димень Как всегда, живые звуки В программе живые Здесь сегодня Мэтбэнд Погнали Звукорежиссер Как хорошо быть молодым Как хорошо И совершенно не стареть Как хорошо Мы вместе все Друзья со мной Мне двадцать семь Что будет дальше После нас Бевать совсем В клубе двадцать семь Нет времен и нет проблем Клубе двадцать семь Нет времен и нет проблем Нет времен и нет проблем Клубе двадцать семь Как хорошо Как хорошо стихи сложить Как хорошо И музыку из них родить Клубе двадцать семь Но только нету Больше нас Но только нету Среди людей Клубе двадцать семь А это шанс А это шанс Для всех живых И их идей Клубе двадцать семь Клубе двадцать семь Нет времен и нет проблем Клубе двадцать семь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Клубе двадцать семь Клубе двадцать семь Нет времен и нет проблем Клубе двадцать семь 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 Я хочу спросить, ну, скорость переключается, где у него, да? Поставил себе не на ту скорость. В голове у него что-то не то переключилось. Я не знаю, как она должна звучать, могу сказать, что в этом темпе мне понравилось. Уж не знаю, как оно должно быть по-другому, если даже ускориться. А можно моё быстро? Я бы оставил, я бы оставил в этом темпе, честно говоря. Вот и всё. Кстати сказать, может быть, в этом и есть смысл, действительно. Оставить как есть, потому что красиво прозвучало, по мне так очень даже. Это Сиду Спирину с акустикой, оставьте такой темп. А говорит, он ничего не помнит. Смотри, какие реплики вдруг выдавать начал. Что же так тебя пробило-то, дружище? Прям неожиданно так было приятно от тебя это услышать. Времени как-то у нас все меньше и меньше. Но мне вот о чём хочется поговорить с вами сейчас. Люди, вы все профессиональные, понятное дело, музыку делаете замечательную. И являете собой некий пример того, как можно творить и при этом оставаться человеком таким вот открытым всё время. Открытым к любым абсолютно непонятностям и перипетиям. Потому что вы тот самый коллектив редкий, где все разговаривают. Вот все подходят к микрофону и говорят, это даже отметил не только я, а аудитория тоже. Обычно за коллектив, скажем, отдувается один, ну, фронтмен или фронтвумен. Ну, два человека в коллективе. Все остальные сидят тихо молчат, либо кивают, либо говоришь, ну, к микрофону. Да, ну, нет, 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 эти бегут к микрофону с радостью и удовольствием. Это хорошо. Дело даже не в том, что нравятся. Открытые, открытые все. В этом, давай-давай. Я думаю, просто людям есть что сказать. Видите, как бы люди не молодые, в общем-то. Ну, за редким исключением. Ваня напрягся, Ваня напрягся. Я извиняюсь, я извиняюсь. Можно мы клуб 27 сыграем как надо? Ладно. Проснулся, Дементьев? Нет, нет, нет. Зачем? Уже было хорошо. Я, кстати, на самом деле думаю, что здесь очень легко подходить всегда к микрофону, потому что здесь атмосфера вот вообще на живых такая, что чувствуешь себя, ну, как будто дома, спокойно. Ну, как бы не нервничаешь, ничего, все как будто бы свои, и ты так разговариваешь вообще подружески, как будто там каждый день вместе в панель. Хорошо, что ты это сказал за 20 минут до конца эфира, а не в начале, чтобы никто не подумал, что вы здесь именно потому, что на кукушках валят петуха, да, за то, что хвалят на кукушку, да, крылов. Нет, ну, с другой стороны, грамотный. А с другой стороны-то мы и создавали всю эту историю для того, чтобы было тепло и комфортно. Ну, сознательно, потому как мы по-другому не умеем. Я всегда говорю, что программы живые, это вообще не радиопрограмма, это вообще кухня. Да и вся станция строится по принципу кухни, когда люди сюда приходят и получают удовольствие от того, что они сюда пришли. А потом уходят с трудом, просто потому, что не хочется уходить, хочется вернуться. А Мерза живет вообще. А Мерза тот вообще поселился уже, да. Вот это и правильно, а по-другому как. Мне кажется, что иначе как-то не должно быть, когда на разных радиостанциях, где приходилось работать, владелец станции говорит, ну, мне как программному директору сообщают, например, ты должен понимать, установку мне дает директор, хозяин, владелец, ты должен понимать, что артисты, они, в общем, нам нужны для того, чтобы можно было бы, да, зарабатывать деньги. То есть артист, ты должен с ним быть жестче с артистом, жестче, чтобы он понимал, кто где хозяин, кто где главный. На что я ему отвечал, дорогой мой, на мой взгляд, нужно от станции метро до входа сюда на радиостанцию красную дорожку класть, когда артист идет сюда на станцию, а перед самым входом девочек в кокошниках и с хлебом, и с солью. Просто и девушек, и женщин, неважно. Ты кого больше любишь, того и поставили бы. Для того, чтобы артист понимал, что радиостанция и держится-то, в принципе, только потому, что есть артист. Не было бы музыкантов, не было бы радиостанции. Именно из этих соображений здесь все устроено вот таким вот образом. Могу я еще мерзу процитировать? Я от себя еще лично, и, наверное, от всех ребят хочу сказать спасибо тебе, с тобой очень комфортно. Даже мы еще не заканчиваем, у нас еще 15 минут. А вдруг забуду? Вдруг я заболею болезнью Ивани? Ладно, ладно, спасибо за доброе слово, всегда приятно. Нет, а души серьезно. Значит, да, сегодня эфир запомнится надолго. Это снос всех шаблонов, нет слов, сплошные эмоции. В плейлист однозначно, пишет Константин Твердый, например. Со всеми так, какой-то было вот. Ну и как тут сидеть тихо, покойно и типа страдать? Грусть в мусор, танцуем, ешкин паровоз. Я все сказал. Думаю, этого достаточно, чтобы выразить мое данномоментное состояние. Пишет Андрей Архипов, например. Елена Рарнакова пишет. Ребята, я снимаю шляпу, такая душевная музыка, так тянет танцевать. Ироды не даете мне спокойно работать. Уже третий раз забываю заварить себе чай. Чайник остывает. Просто легко приятно. И за это вам спасибо. Это мнение части аудитории, потому что все сообщения прочитать не смогу. Так, сходу с лету. Но кто-то кого выцепил. Хочу за тебя немножко поработать. Давай. Тут вот прямо негатива. Отсутствие у нас, полное негатива. Я за вгайден. Нет, нет, нет. Тут вот такие вот приятные слова. Все друг другу говорят. Ты нам, мы тебе. Нам радиослушатели пишут. Что, подраться хочешь, что ли? Нет, нет. Я хочу объявить следующую песню, которая называется «Коротко и четко». А я вообще сам хотел. Вот Гарик сам хотел. Можно я, да. И теперь вот предоставляется право объявить следующую песню Гарику Саньку. Впервые. Давай. Дело в том, что сейчас мы сыграем нашу за сегодняшний вечер предпоследнюю песню. Как предпоследнюю? А еще бы как это хорошо было. Ну да, посмотрим, ладно, по времени. Вот. И еще, еще, еще я хочу сказать, что эта песня посвящается каждому, потому что она называется «Я лучший». Как правильно она называется. Мэтт Бэнд здесь сегодня. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали. Без меня солнце вам не светит, и уже никогда не размеются дети. Идут столетия, не летят года, и радостей не будет никакой без меня никогда. Ба! 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 Хабана! Без меня заплачет звездное небо, и никто никогда не мне не станет первым. Опустеет замерзнет планета Земля, и радостей не будет никакой без меня никогда. Ба! 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 Хабана! Ба! 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 Баба… 가. Карпажа. — Вот скажи, пожалуйста, ну, братца, спасибо еще раз огромное за то, что вы делаете. Музыка роскошная, замечательная, но тем не менее, если такой посыл уже есть, да, я лучший. Где-то не помню, в каком году, прочитал первый раз в жизни, потом сталкивался с этим постоянно и чувствовал, что из женщины делают существо совершенно невменько, такое невменяемое. Какие-то появились психологи или психологини, которые писали книги на предмет того, как женщины чувствуют себя лучше в этом. Надо каждое утро просыпаться, подходить к зеркалу и говорить, «Я самая умная, самая красивая, самая обаятельная, самая привлекательная». И вот с этим настроением идти на улицу, пусть она даже обезьяна, понимаешь, она чувствует себя самой лучшей. И когда к ней, как, понятное дело, простите, дамы, никого не хочу обидеть, боже упаси, но когда к ней, как непривлекательная женщина, просто потому что таковой она не является, никто не подходит, она считает, что все мужики козлы и идиоты, ведь она такая красивая, привлекательная и замечательная. И живет этот человек дальше и становится старше с одним единственным, с одной единственной точкой соприкосновения с миром, мужики козлы. Ну как же, я же такая, а они же мимо. Понимаешь, в чем дело? Так вот, как мужику-то настраивать себя на то, что он лучший в таком случае? Вообще-то имелось в виду, я лучший, это человек лучший. А я перешел в другую тему. Если бы это мужик, такой самец, я лучший, да? Нет, секундочку, ты о чем? Я вообще о духовности? Духовности? Чтобы понять, лучше ли ты самец, это ты у женщины спроси. Нет, ну тут на самом деле есть закон, который, ну, закон декомпенсации обязательно. То есть, грубо говоря, там, да, например, страшный-страшный урод, это не зависит от пола. То есть, например, я страшный урод в чем-то, но при этом я должен как-то декомпенсировать свою вот эту вот убогость, чем-то уравнять, потому что все в жизни, ну, как бы, все в жизни, оно двоичное. Не за сегодня удивляю всех мужикантов, всех коллег удивляю все. А, я же имею в виду, что, как бы, ну, есть зло-добро, там, есть, там, типа, женщина-мужчина, есть инь-янь, там, и так далее. Все должно быть двоично. Соответственно, в человеке не может быть все бедообразно или что-то, ну, там, совсем хорошо. То есть, люди, которые, ну, да, к сожалению, к сожалению, очень часто встречается такой момент, когда, ну, ты просто не понимаешь, что делать с человеком, когда он противопоставляет себя, что вот я такой замечательный, а ты вот по-любому, как бы это на радио-то сказать, по-любому плохой. Вот. И он изначально на тебя начинает, ну, давить агрессии. То есть, он начинает искать твои слабые места. Я боюсь, что некоторые такие вот штуки, которые вот я самый лучший, я самый замечательный, вау, давайте посмотрим на меня, я такая клёва. И вдруг что-то вот нужный мне мужчина не обращает на меня внимания. И тут начинается такой дискурс мужиков у нас с детства, с самого, ну, тех, кто вот с советской еще школы, у которой родители, ну, которым сейчас по 25-32, там, грубо говоря, да, всех же учили. Я имею в виду, что всех же учили в детстве. Вот почему происходит такая фигня? Потому что, я объясню, потому что с детства учат, что если ты будешь сильный, большой, честный, смелый и классный, у тебя будет все хорошо. А если ты будешь там отвратительный, гадкий и так далее, у тебя все будет плохо. И вот стоит этот человек где-нибудь под Тверей километров 200 и кладет асфальт, сильный, смелый и честный. И у него дома вот такая вот огромная жена, и он ненавидит мир. И он кладет асфальт, а мимо проезжает толстый, отвратительный, врущий человек на огромном таком Бентли, причем срезанный вверх, потому что сегодня этот Бентли больше не понадобится, уже пепельница забилась. И с классными дамами. И вот он стоит вот так вот, честно грузит вот этот вот асфальт и думает, что же здесь не так? Мне же мама говорила, что если я буду честный, смелый и там откровенный, то все в моей жизни будет хорошо. И вот это вот. То есть ты, когда играешь на трубе, думаешь примерно так же, я так понимаю. Не. Ну, примерно так же. Нет, но на самом деле, это я не то, что прям уж при свою личную там сильную боль. Меня просто никто не любит, потому что я красивый. Хотя недавно скинул 10 кило, но случайно, не знаю куда. Мерзоя Википедия и Мерзоев. Ваши овации аплодисменты. Это было круто. Кстати, что касается того, что нельзя говорить, я вдруг вспомнил замечательную эпиграмму от Евтушенко. А как-то к нему обратился молодой поэт. Написав несколько стихов, он решил проверить эти стихи на Евтушенко. Ну, как же, это же мощный поэт. Вот пришел сказать, почитайте, пожалуйста, мои стихи, потому как я пишу давно, а вот решился показать такому мастеру, как вы, впервые. Нас многое объединяет, прежде всего, и вы, Евгений, и я, Евгений. На что Евтушенко ответил. Ты Евгений, я Евгений. Ты не гений, я не гений. Ты говно, и я говно. Ты недавно, я давно. Вот так же да, Андрей Викторович. Так что надо понимать, что человек с чувством юмора, мне кажется, это самая большая находка для окружающего пространства. У вас, братцы, этого чувства? Ну, мне кажется, еще на 15 тысяч групп хватит. Вот это здорово, и это откровение для меня сегодняшнее. Ну, просто роскошное совершенно. Давайте песню споем, потом посмотрим, что у нас еще остается по времени. Давайте. Что это будет? Вообще-то мы вот хотели песню «Гагарин». «Гагарин». Ну, вы уже поняли. Черешкова была, теперь «Гагарин», логично. У нас она одна из самых, наверное, известных, считается. Ну. Вот. Давай без прелюдий. Да. Давай сразу вот. Просто сыграем. Вот давай без всяких там. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Мэтт Бэнт здесь сегодня. Погнали. Все в порядке. Все нормально. Я летаю в небе. Высоко. Эй. Здравствуй, мама. Я Гагарин. Я уверен в этом. На все сто. Да, я такой же, как и он. Такой же, как и он. Я такой же, как и он. Я такой же, как и он. Такой же, как и он. Я такой же, как и он. И никто не сможет меня под образу бить. И никто не сможет меня под образу бить. Никакие были взгоды. И ждать впереди. Эй, мама. А я Гагарин. Эй, мама. Светлая. 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 До свидания, родная земля. Эй. Эй. Здравствуй, космос. Эй. 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 Такой же как и он, такой же как и он Да, а я такой же как и он Такой же, как его Эй, эй, эй И никто не сможет Меня бы там раз убедить Или что не сможет Меня бы там раз убедить И какие были сходы И что их впереди Эй, мама А я Гагарин Судочки Гагарин Ну, тут-то Дементьев был точен В выборе темпа и ритма, который нужен был Братцы, скажу так У нас еще есть возможность даже песенку одну сыграть Под конец, если вы, конечно, хотели бы Что-либо еще показать Но прежде чем мы это сделаем и прежде чем мы определимся Будет ли что-то петь еще, я сообщаю, что завтра В качестве анонса в программе «Живые» Теща, Люся, теща Махова Еще в одной своей, извините, ипостаси Группа «Тарт Вейдерс» Уж скольким она помогает своей скрипкой Уж скольким она помогает своим бэк-вокалом Уж как она хороша в своей собственной группе Да эти два И вот теперь еще одна ее сторона Завтра, я думаю, многим будет интересно Что? Вот очень правильные слова А сколько она по хронометражу? Вот та песня, которую вы сейчас затеяли Мы затеяли У нас все песни по две минуты Две с половиной Отлично, тогда у нас еще времечко есть Поговорите немножко Эта песня будет тоже с нового нашего сингла-епи Как мы уже сегодня Может быть темп получится у нас Тогда будет две с половиной минуты Это Костику все это Не-не-не, но это самое Извините, совсем-совсем уже меня Ну нельзя же так Все будет хорошо Эта песня называется Верю в себя Нет, подожди Пока мы ее не поем Мы ее заявили Но споем уже в самом конце Так, чтобы закончить песню Вот что Я довольно часто, наверное, говорю людям добрые слова И у меня выхода другого нет Потому что мы сюда не зовем плохих Я уже говорил об этом И музыкантов в том числе А люди, когда оказываются Мало того, что хорошими музыкантами Еще и людьми замечательными Это переполнение Чувства, которые я испытываю Всякий раз в программе Живые Это, наверное, чувства Которые сродни Отцовству Вот я сейчас не к вам это Что ты все бубен-то свой показываешь? Что такое? Он все показывает Он так извиняется А что же на нем не играл-то все это время? Такой красивый бубен У Дементьева там валялся под ногами Да, когда рождается ребенок у человека И мужчина, взрослый мужчина Испытывает какие-то сентиментальные чувства Может быть, ранее ему несвойственные Особенно, когда он берет его в первый раз на руки Вот это чувство прикосновения Вот я испытываю примерно те же ощущения Когда музыканты замечательно делают свою работу И при этом еще оказываются замечательными людьми Спасибо вам за то, что побывали здесь Спасибо за то, что вы показывали свое творчество Спасибо тебе Спасибо за то, что вы, братцы, влюбили в себя Достаточное количество новых для себя людей Аудитория кричит Все, пойдем в группу Пойдем становиться участниками Мы еще встретимся, друзья Я абсолютно в этом уверен Думается мне, что надо вот на это, наверное, и закончить К сожалению До завтра, вероятнее всего Тем, кто сегодня был с нами Если вы до завтра еще пока будете трезвы и вменяемы То завтра обязательно будете здесь Будет интересно С группой MadBand мы прощаемся Спасибо вам за то, что были здесь Всем пока До свидания Погнали До новых встреч Трудно прощаться, знаю Все, надо играть Поехали День за днем выбираясь на свет Я верю в то, чего давно нет Меня не сломает безликая серость И безразличны друзей моих верность И пусть я знаю, что никогда Не повторить, что это было вчера Но я плюю на законы шагали Ведь я ценю за суд и больше Я верю в себя 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 Я... Да-да-да! Я верю в себя 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 Я... Да-да-да! Я верю в себя Я верю в себя Я верю в себя